всем привет ребятушки с вами цовер и с нами опять space инженер но сегодня у нас не будет рандомного сервера сегодня мы начинаем выживание на новом относительно новом пвп сервере давайте найдем его добавим его себе в фавориты ну и как говорится погнали выживать на нем сервер жесткий двух жесткий сразу отвечу на вопрос будет ли колоб да будет условия присоединения будут опубликованы под второй серии то есть просто так я людей брать к себе не буду будет задание которое вам надо будет выполнить ну и что еще можно сказать по поводу попасть ко мне в тему количество людей в теме будет ограничено поэтому торопитесь ну что я думаю что мы уже можем искать да вот ребятушки этот сервер на котором мы с вами и будем играть добавляем его фавориты и присоединяемся по идее сервера наверно перезагрузка обычно в это время не знаю посмотрим давно и на этом сервере не играл заявляют что это не было два ну вот посмотрим первый раз захожу на сервер поэтому все моды буду скачивать на сервере я не заходил что там внутри и кто-то внутри я не знаю посмотрим что ребятушки загрузка бывание быстро понятное дело что тут смотрите-ка есть фракции которые сразу воспринимают мы традиционно будем играть пока без фракции стартуем так внимание чтобы сервер не удалял ваши постройки аппарата станции гриды как неактивный ставьте на каждую блок грид корр то же самое было и в прошлый раз запомним это грид корр обязателен для того чтобы блоки работали на каждом гриде должен стать блок специализации или блок фракции еще кроме грид корра нам нужно либо блок специализации либо блок фракции понятно вы можете возродиться только на своем медблоке вот это прикольно а как же всякие там старты торговые станции не знаю посмотрим на нашем сервере есть внутри игровая вики и в ней вы найдете все подробности механик и подлинную информацию суждение было раньше такого вы можете вызвать вики в любой момент нажав кнопку и видимо видимо и на русской раскладке также в ней содержится правило сервера для игры на сервере вы обязаны заранее согласиться с правилами сервером мы согласны который вы можете почитать во внутренней игровой вики или в дискорд канале ссылка на наш дискорд рам пам пам ну что у нас есть торговая станция голодос где это что это на какой-то пустынный похода планете заправка сяо кун который владеет сяо лань где-то в космосе похоже ну и старт я так подозреваю что нам с вами нужен именно старт сейчас все прогрузится прочихается требуется согласие посмотри ну окей я согласен ну и что запускаемся и здравствуй старт я с вашего позволения войду в костюм ух ты кто-то здесь уже присутствует так для начала нажмите кнопку 1 или 2 1 ровер от мотора 2 ровер от я как и из зелье нет это видимо не на клавиатуре надо нажать а наверно вот эти кнопки а почему тогда они не подписаны один или два так привет инженер добро пожаловать на сервер кстати ты на торговой станции сохрани эту gps создай вступи во фракцию для старта нажми кнопку туда написано кнопку они не подписаны может быть имеется ввиду здесь нажать кнопку но они здесь не жмутся ладно кассипончик кассипончик ребят хотя бы цифры вставили один два ну что такое то ну во первых фракция но традиционно давайте create с 0 в муки фракцию создаем при этом мы покажите меня фракция всех мы не принимаем мир мы всем не предлагаем но насколько я знаю тут есть какие-то админские фракции в торговые в частности они скорее всего четырех буквенные и них нужно им нужно дать мир админ я так понимаю что вот ей нужно предложить мир вот она сразу принимает и по моему сейчас посмотрим ничего тут не написано про фракции так по-прежнему красненькие значит все таки нам нужно еще попросить миру фракции небо не бывать им а моему то она окей так о все отлично значит запомнили фракцию админы фракцию не было в друзья я предлагаю прежде чем нажимать побегать посмотреть что вообще тут есть все таки это же торговая станция стартовая только для персоналом и шьёкарной бабой у нас у нас строили тут зончик такой ненавязчивый по вы видите моё локальное время прикольно он бар матрица немножко тормозящая так это чё такое почему-то не прочитать внутри помещения работает вентилятор какой-то выход куда-то наружу шли посмотрим что тут валяется у нас кстати на минуточку ребята инструмента нету на нет значит возрождение здесь без инструмента какие-то штучки ближе 30 километров базы не строить кто у нас тут валяется пусть они кто-то пытался сюда прилететь вентиляторы стоять точнее движки 12 дней ну трогать нельзя в том плане что пилить но или то мне в общем и нечем рестарт через 219 минут написано вот чья-то возрождал очка там нам даже не посмотреть чего это потому как ничего у нас нет координаты горит запомнить но давайте запомним эти координаты как как торговый старт gps торговая старт обах запомнился вот она gps торговая старт да вот это вот что-то тут надо по всей видимости делать нам это сейчас неинтересно потом учи два часа работы очистители но у нас их пока нет нам это не очень интересно через голосование вот магазин работает 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 это горит ребята у вас что-то кухня пригорела надо бы потушить мне нечем я пока совсем больше так здесь у нас торговец явно не дружелюбный на наружности так выберите что-то одну типа и там при помощи средней кнопки железо так а можно торговать базовая цена девяносто две тысячи железа за один и видео проблем средних все средней кнопкой мыши колесиком так никель 4500 никеля за 1 иридий понятно оба и 1400 за 1 иридий кремний и 1500 магний 1000 магний за 1 иридий еще пять процентов с меня сдерут прикиньте за операцию серебро а что такой свитч тут есть цена продажи вот видите меняется продажи и покупки вы соответственно цена другая то есть нам нужно купить он он покупает они ты покупаешь спаунер какой-то 10 минут чего-то вот далеко так базовая цена 495 серебра слитка за один и видео ну блин они дешево хотя может быть и ничего есть еще какой-то департуре пас билет на убытие стоит он 100 иридия продать его нельзя его можно только купить есть какая-то еда фут картинка с едой было ее можно только продать 465 еды нам дадут один иридий понятно ну я так понимаю что вся торговля она через этот экранчик больше видите никаких пультов нету раньше было через пульт золотой унитаз давайте подзарядим батарейку лишним не будет так ну вроде мы мы здесь походили побегали посмотрели упаки какие-то валют подожди что у него есть вообще ничего нет есть какой-то трейдер кастомер я так понимаю что это для торговли что-то видимо контейнер и вот еще трупак валялся я видел его тоже плохой инженер ничего нет так что вот это за кнопочка sound block play войну нафиг войну нафиг так что-то идут еще хотел посмотреть так есть коннектор в него тут не попасть есть тут коннектор в него тоже не попасть мог что темно ни хрена не видно время пол первого ночи ладно пойдем нажимать пипку так а мы ходили вот с этой стороны пошли посмотрим что там с той стороны если какая-то разница свидания так тоже тут особо ничего нету я так понимаю что это будет тоже выход боковую галерею в вентиляторах помещениях это прикольно 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 что за блок личненько так ну что начинаем я так понимаю что сейчас нажав кнопку нас куда-то выбросить давайте два нажмем я думаю что все нажимают один а мы нажмем 2 у него его его нет грид коры нам сказали так почему я как-то а я понял почему я как-то потому что я блин где-то на какой-то горе и сейчас мне может быть капец чем может и не быть тихо 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 оглядеться где я вообще вы мама где это я так что у меня есть инструменты с оружием инструменты с оружием хорошие инструменты есть лед есть набор есть еще нефть есть набор чтобы базу обосновать так в продакшен и никакого здесь у нас ассемблеры нету так и давайте посмотрим буква и не наговорили да вот она буква и открылась у нас какая-то так добро пожаловать на сервер не было бир так этому читали этого читали про вики мы читали согласиться мы согласились вступление приветствия до грид корр запрещено любым способом на нашем сервере много модов так давайте наверное я википедию буду читать где-то за а вы потом когда будете играть почитайте и и сами основные отличия сервера от ванильного это важно я щипа кто играет на ванильных серверах все гриды требуют грид корр и блок специализации астероида в космосе нет камень дает только гравий лед не производит энергию ну смысле изо льда водород из водорода в электричество видимо не работает 12 тиров уровней блоков есть нестандартные руды и слитки многие ресурсы встречаются только на определенных планетах безопасная зона 1 на всю фракцию очистители можно настраивать возрождение без инструментов нельзя удалить свою постройку если вражеский корабль или игрок ближе 3 километров как играть и как играть это видимо статейки как писали риттер и мотор правило вкратце у типа все как обычно 4 нельзя правило общения мы так культурно всегда общаемся взаимодействие игроков все понятно багов и читеров это вообще не к нам так сима не выкидывайте камень прочие ресурсы через коннекторы на то есть не надо ставить сортировщика коннектор на вашем на нашем сервере есть блоки они же дробилки камни дробилка руда дробилка леду они жестовым ора и ice crusher возможности ставки меньше колес используйте холодный программный блок предпочтительно скорее скрипты на сортировку инвентаря запрещены на горячем программном блоке то есть на холодном предполагается что можно пользуйтесь гаражом для того чтобы выгрузить ненужный в текущий момент корабль это интересная штука надо будет посмотреть я не помню в прошлые разы я не особо пользовался гаражом наказание так игровые правила мультиводство запрещено переименовать грит как только начали его строить это понятно потому что с маловажущей стати грит не а тата запрещено использовать крыльев вертолета на сервере так 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 нельзя строить длинные постройки нельзя строить на глубине боты руб до копы в частности пам запрещены запрещено оставлять грит незакрепленным ставьте на коннекторы на шасси или конвертируйте в статику ставьте на коннекторы ну такая на шасси вы начни закрепленным грит не очень понятно дарить незакрепленный корабль администратор блок фракции только на планетах тил стартовая то есть где мы сейчас находимся и медиевал земля или первое выше то есть как бы сейв зону мы можем поставить либо на планете тил тир либо нами дэву или мы можем и там и там потому что здесь знак и то здесь знак и и значит получается что как бы и 2 можно хотя написали что только одну нужно ставить наверно запрещена установка ближе чем 30 километрам к точкам интереса и торговым станциям опционально на антенне таких станций может быть указ другой радиус например 30 километров в таком случае информация с антенны является правилом обязательным к исполнению то есть может быть и не 30 так лимиты соблюдаете нельзя какие-то контейнеры пилить под названием порог не знаю что это такое команды сервера голосование понятно починить грид фикс шип понятно список гридов грид лист понятно выйти из вокселя если вы застряли под землей команда вытащит ваш грид находиться в кокпите нужно требуется сидеть в гриде работает глубже 15 км от поверхности вы должны падать к центру не вверх накладывает дебаф на скорость на некоторое время это нужно в момент дебаф лечится через фикс шип какой команды это вытаскивать они очень понимаю лет авто вытаскивание получение очков производства возьмите в инвентарь предметы бонус для рефайнери наберите команду give points данная команда преобразует все находящиеся в инвентаре предметы бонус для рефайнери в соответствующее количество очков производства вампиризм вампиризм это звучит неплохо ладно ну что у нас тут давайте-ка мы на куда-то нас занесло то прям по полной программе хоть посмотрим где мы куда нам ехать надо куда нигде поровнее так вот там вроде бы поровнее вы какая засада насада полный ребят так ладно здесь реально скорость изменена можно конечно переродиться в другом месте но мне кажется это не очень интересно поэтому мы куда-нибудь поедем 40 километров сушки но не так уж и далеко можем в принципе куда-нибудь туда и поехать зайди в вики нажми т это нам сейчас уже не очень интересно давайте-ка я вот так возьму я не знаю если смысл оружие здесь брать очковая планета на которой мы сейчас с вами находимся на ней вообще запрещено любое взаимодействие в пп то есть стрелять нельзя по идее ни в кого ничего никому ломать нельзя дать попробую хоть пострелять у она стреляет то есть как бы здесь оружие не запрещено получается ах ты я вспомнил что я хотел сделать я хотел вот этот экран нафиг отпилить ну как нафиг мне это не надо ну почему у меня вот это в инвентаре потому что я наверное ой а мы потеряли контейнер ребята мы потеряли контейнер я так прошу здесь контейнер должен был быть а я не не был тогда мы так не хотим играть правильно мы тогда спиливаем грибкор ну и наша попытка номер два может быть где-нибудь нас выкинуть и настолько в горах первый старт на поломатом корабле в котором ну я так понимаю порядочно чего не хватает это грустно даже не видно диану тут и что он так ну и что давайте-ка мы посмотрим где нас сейчас восстановят колесики такие я помню давайте опять на старте как и не хотелось мне таким образом действовать но все равно получается придется что за антенна в 102 километра ухты а на сервере народ сидит так ладно давайте еще раз оба так ну вот это выглядит получше на место по крайней мере по зеленее сможем мы тут съехать наверное сможем это не точно посмотрим колеса-то вообще нормальная спаунер какой-то 520 км теоретически наверно сможем здесь съехать а вот что-то более-менее ровно и здесь тоже что-то более-менее ровно и body location то есть нас вообще выкинуло куда-то на другой стороне того места так как где у меня координата торговой станции давай-ка еще не будет зеленая так будем окиши не уже не интересно мне куда-то вот туда пилить ну в принципе звучит реально опять я вылез так тренер это хотя поцелуй билет хотя бы целый так мы поехали что-то мне надо посмотреть давайте-ка вот это вот все включаем нет не люблю когда все спрятано у нас только одна батарейка в режиме зарядки причем она находится нет давай в режим авто ну и до вылетел ли еще какие-то нас команды нам по идее где-то вот надо спуститься очень аккуратно это здесь и буду спускаться значит поехали потихоньку ух это будет опасно хотя нормально колеса тащит колеса тащит это что такое за камень что-то непонятное так что там 40 детектором он у нас есть так grid core есть какой-то ауры детектор что нету что ли мог специализации так и там говорили что надо переварить grid core grid core я так понимаю что вот он вот это типа настоящий вот это типа настоящий видите увидите сразу забрасывает туда все конструкционки так что провариваем до конца это наш медблок такой же собственно и был так спал и стартер с стартер ну и давайте за одну уж сразу макулату тоже в стартер так мы поехали потихоньку искать место где мы по крайней мере нам надо какие-то месторождения найти кстати давайте-ка может быть уродетектор раз его тут нету куда-нибудь здесь поставим не люблю ездить без уродетектора вот он тест уродетектор и уродетектор а в чем разница интересно тест а это только админский окей цифры 7 стальных плат у меня есть стальные платы почему у них я понял я понял я понял я понял там где-то все мешает где-то все мешает давайте хотя бы хотя бы сюда поставим тебя компонентов детектора у меня нету поэтому я его сделать не могу окей ехать на и наш зелененький сигнал куда-то вот в том направлении погнали г! смт смотрим Solar я круто конечно путешествие так отойти полет пойдем как-то он не очень хорошо останавливается идем попробуем ему покопать посмотрим что это залет из нас там был какой-то водородные чего-то какой-то перец и посмотрим куда попал наш айс да есть генератор водорода по идее теперь наверное должен заполняться будет до заполняется наш летающий костюмчик выехать нам куда-то туда сушки там какое-то большое место с вами меня это радует я люблю когда гладко это мы едем 90 километров конечно дофига но не факт что мы все 90 и проедем у нас вечер двигаемся мы куда-то в направлении юго-запад в темноту наоборот вот хотя бы фары есть понятно как искать месторождение как вы понимаете в горах то тоже особо делать нечего потому что в них добывается из камня совсем не то что нам надо что там опять какие-то горы там опять какие-то горы что конечно же не рада кто то что-то за пятно может быть это какое-то месторождение то монетки такие симпатичные не удивлюсь если нам туда как раз и надо будет попадать и надо будет попадать и и и и и и и и и побегаем с детектором руды это еще что такое ничего никакой руды что-то он тут не видит ладно или может быть все-таки попытаться полетать раньше тут она была нормально вот эта хрень не будет не нужно так нужны мне будут крылья так крылья решетки тоже элероны тоже решетки нет элерон тоже решетки нужны если какие-то колероны есть тормозам не надо ничего все четыре килограмма тормоз элерон тяжелая штука крылья тоже тяжело что так что у меня с решетками давайте посмотрим 15 на 15 30 решеток 30 решеток скорее всего нам придется включать мощную тягу это но надо понимать где у нас центр масс давайте-ка попили все лишнее что-то я не тупом вот а а а а а а а и а а а а а а подвеска падай куда-нибудь вниз но вы делаешь так что у нас их 30 нам по-любому крылья надо поставить пусть и самая маленькая 6 8 10 если вот такие крылья ставить которые по 10 хотят останется на движке так сюда 2 это совсем смешные движки конечно так тяга у тебя 45 килограмм до свидания ой нет этого либо не потянем 14 решеток тоже не потянем одежда хотелось бы такой движок оставить так села 180 килограмм ух ты вот эта мощь 237 килограмм 18 шоков 18 решеток 18 то есть на маленьких крыльях может и полетит не знаю что тут с решетками на камеру биться я особо ничем не собираюсь вот прости мы давайте снимем так что сзади уже камера есть зачем-то вот этот вот экранчик то есть ничего нету текстовая панель непонятно что в ней зачем она немножко облегчим королеве камера сзади мне пожалуй тоже не нужна сейчас правда на ней решеток нету так сушкину более-менее у нас по центру находится движок движок более-менее по центру легкий кубик ищущий кубики тяжелый кубик крылья это понятно всякий обтекатель легкая броня легкий кубик ладно 8 и 9 8 8 8 15 килограмм посмотри-ка ты легкий кубик 30 килограмм весит и в нем два этих ну так это нафиг нам надо правильно так чуть-чуть в бок сместим пониже надо было вроде бы на такой высоте плохо что он у нас не по центру четное количество кубиков так движок давай от движка плясать цифра 6 вот его мы хотим построить я так понимаю что вот так вот его надо поставить будет немножко неровно ну что поделать ну хватит на тебя так надо его вначале отключить чтобы он электричество не жрал выключаем так ну пока всего хватает теперь вопрос на крылья хватит ли крыльев ох как ему тяжко стало ты посмотри сразу да хотя это звучит странно потому что вес ему должны были сразу же дать эти бюджетки я проварю чтобы все таки понадежнее было сто процентов так теперь давай посмотрим сколько у меня осталось решеток инвентарь инвентарь 12 это что больше два раза по 6 есть у меня такие крылья чтобы два раза по 6 слушай ну вот 5 что-то или даже вот 6 самая маленькая стоит 3 2 я могу по идее поставить 2 по 5 не могу 2 по 6 это вот такие крылья крылья правильно я понимаю ну потому что по 8 никак значит только по 6 вот такие крылья вопрос потянут ли повыше поставим скажем сюда так должно еще 6 остаться давай проверяем 6 осталось 6 спины вот эту хрень еще если она у нас полетит ребята круто потому что со старта полететь это так-то топчик так как мы ее там поставили понятно понятно это вот сюда как-то так нос клюет но я думаю мы справимся лететь нам вот туда но тут разгона нет поэтому разгоняться будем в другую сторону так все забросили ночи конечно ни хрена не видать да разгоняться будем туда откуда приехали колеса давай во-первых на максимум фрикции поменьше даем вверх скоростной лимит лимит что-то хотя она можно где-нибудь вот так дать так турбоатмосферник говоришь опасно это дело но мы поставим реалистичную тягу мы уже куда-то нафиг катимся это катимся не пойми куда разгоняться будем пусту стоп так значит что мне понадобится что у нас ой что у нас вообще тут было что у нас тут есть кокпит как петли вы майн кокпит гироскоп включить выключить зачем-то не очень понятно фары тоже нам не интересно нам интересно атмосферник давайте вот сюда поставим реалистичная тяга пойди разберись какой из них наш кокпит а какой нет горизонт левый здесь левый да лайт на горизонт он льд он off давай вот это я уберу да это я hum чтобы исполнить уберу так что еще мне понадобится в топливный генератор включить выключить топливный мотор включить выключить думаю что нам надо сделать сейчас запятал очку некая батарея здесь тоже надо включить выключить что там еще есть тут ведь очень много всего круиз-контроль еще оптимальная скорость есть у круиза так низком жаль нет давай не сюда не оптимальную скорость так еще есть ну вроде бы наверно все где бы этого должно хватить еще я наверное все фары у меня которые вот эти вот наверно ничего не регулируется это обычные фары конечно надо бы на максимум выкрутить так на максимуме и тихо давай блинки наторвал убираю радиус на максимум включить нормально так лучше надо это пытаться лететь я думаю надо разогнаться не поймешь куда лучше туда так включаем посмотрим что произойдет куда то он набок меня закручивает шестьдесят семьдесят ну что пойдешь отрыв то давай отрывайся давай отключить непонятно непонятно почему не отрывается у я это что будет погодь 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 так и какой-то там у нас кто-то 122 какой-то так а мне вообще в ту сторону надо поехать поэтому давайте на сегодня закругляться здоровья желаю вам и вашим близким болеть не надо если заболели поправляйтесь поскорее поправляйтесь поскорее увидимся в следующей серии а да чуть не забыл если вы сейчас смотрите видео а вы скорее всего смотрите видео у вас есть возможность смотреть стримы которые выходят почти на две недели раньше в прямом эфире без купюр для этого вам надо подписаться на мой бусти и получить необходимый уровень который позволит вам смотреть эти самые стримы все остальные смотрят записи со значительной задержкой ребятушки ладенько давайте на этом закругляться здоровья желаю вам и вашим близким болеть не надо если заболели поправляйтесь поскорее не забываем поставить лайки и оформить подписки всем пока